Здравствуйте! В эфире программа «Тайное знание». Сегодня у нас в гостях вновь предсказательница Руфина. А говорить мы будем о порче, сглазе и родовых проклятиях. Сглаз и порча – языческие понятия. Они появились по мере развития первобытных взглядов человека на жизнь. Древние верили, что на природу можно воздействовать не только на материальном, но и на духовном уровне, а злые эмоции, желания, чувства способны оказывать отрицательное влияние на физическое состояние человека и на его жизнь. Руфин, на сегодняшний день уже достаточно много людей знают, что такое порча, сглаз, родовые проклятия – это уже сегодня ни для кого не секрет. Об этом можно прочитать в газетах, в журналах, достаточно много информации в интернете. Но, тем не менее, я думаю, что люди не до конца понимают, в чем же основное различие. Давайте сегодня подробно остановимся. Родовое проклятие – что это за понятие? Здравствуйте, Юлечка. Ну, во-первых, давайте с того начнем, что на самом деле люди не понимают, где-то, может быть, даже не вникают, что есть между ними большая разница. Разница в родовом проклятии, в порче, в том же взглазе. Но начнем мы, давайте, может быть, с родового проклятия. Все-таки родовое проклятие – это одна сложнейшая магическая черная магия. То есть это на семью, на поколение, до седьмого колена. Оно очень для биоэнергетики, оно очень влияет на человека. Какие симптомы для этого? Симптомы такие. Во-первых, не получается выйти замуж вовремя. Если это мы говорим о девушке. Да, о девушке. Если мы говорим о мужчине, то та же самая ситуация. Человек не может найти свою вторую половину. Если даже у него по судьбе она предписана, то этот человек приходит, он приходящий и уходящий. Если ему даже предписано по судьбе, что он должен остаться с этим человеком на всю свою жизнь, имея там двоих детей, то человек приходит в судьбу, но он в то же время и уходит. Потому что она с ней не остается, потому что это родовое проклятие, которое идет до седьмого колена. Это получается, что на каждом, на каждое поколение до седьмого, только после седьмого поколения это родовое проклятие может как бы рассыпаться? Единственное, что я могу сказать, что это можно снять, если своевременно обратиться к кому-то, кто умеет это снимать, профессионал, человек, который умеет и знает обращение, снятие этого родового проклятия, то это можно предотвратить. Кстати, это еще предписано на руке. Если человек с родовым проклятием, то есть одна линия на руках, которая идет с поколения в поколение. Это очень интересно, кстати. Да, каждый человек рождается своими линиями руки, но есть одна линия рук, которая показывает, что есть родовое проклятие. Потому что вы знаете, что все беды, весь негатив и все, что касается нашей судьбы, все на линиях рук написано. И вот это идет до седьмого колена. Это можно избежать, но единственное, что я могу сказать, что это очень кропотливая работа. И для того, чтобы снять родовое проклятие, нужно колоссальную энергию иметь. А как его могут сделать? Вот как, например, это происходит? Как можно проклять целый род? Целый род, значит, это не сейчас. Это издревле еще делалось. И делалось это тогда. Тогда не было фотографий. Тогда брали волосы. Тогда брали личные вещи какие-то. Сегодня это делают? Сегодня это делают. Да. Но есть люди, которые... Каждый профессионал своего дела. Правильно? К сожалению, как мы, я, белый маг, который иду во благо человечества, который помогает людям. Это даром не от Бога. Есть люди, которые делают зло. Это чародеи. Это черные маги. Которые наводят порчу. Которые наводят родовое проклятие. Но им расплата приходит за то, что они делают в этой жизни? К сожалению, они этого не понимают. И люди, которые к ним обращаются, этого тоже не понимают. Они обращаются, не хотят результат. Это мгновенный результат, потому что черная магия, она очень быстродействующая, скажем так. Но они не понимают, что люди, которые обращаются, которые это делают, что за все это отвечают не они, а их дети. И, естественно, они будут расплачиваться за это. Это уже как некое родовое проклятие уже накладывается на них, на их детей, на их поколение. Да, но, к сожалению, это они не понимают. Я могу сказать однозначно, что это сложнейшее. И для того, чтобы снять родовое проклятие, это минимум примерно около 30-40 дней снятия проклятия. До 60 дней. А как вы его видите? По руке вы сказали. По руке это самое важное. Но плюс ко всему же есть еще энергетика человека. Есть еще открытие карт, которые помогают открыть и увидеть прошлое. Есть еще чувства. Есть еще то, что называется, ты заходит человек к тебе, и ты чувствуешь человека. Что у него происходит в судьбе? Можно ли ему помочь в какой-то ситуации? Есть те болезни, которые, например, я не смогу помочь. Я ему тоже это определяю. Но всегда все скидывают на то, что это или порча, или родовое проклятие. Так, а теперь порча. Чем порча отличается от родового проклятия? Вот это самое интересное. Родовое проклятие, я вам сказала, что чаще всего, основа того всего, это родовое проклятие, это когда человек не может найти свою вторую половину. При этом ко всему еще неурядицы семейные. А порча, она совсем другому проявляется к человеку. Да, скажем так, смотрите. Порча, когда наводится, это не при нас сказано, оно идет от черной магии. Это чародейство, сильнейшее. И оно влияет очень на психику, влияет очень на самочувствие человека, влияет на бизнес. Вот это же не секрет, что это существует, и все, что это бывает, это есть. Как бы не отрицали люди, что это не бывает, как бы не хотелось бы верить в это, все-таки это и есть. И порча, родовое проклятие. А порча особенно влияет как? Она несет такой негатив и такую черноту, что человек даже может уйти из жизни раньше, чем ему присуждено по судьбе. Это, получается, влияет на его физическое здоровье? Естественно. Чаще всего это еще происходит с молодыми людьми, которые еще не определили своей жизни, и чаще всего это еще успешным людям. Потому что порча – это все-таки человек, который обращался к кому-то, что-то делал. Это не просто сглаз, вы понимаете, потому что сглазом можно еще как-то бороться. А порча тоже конкретно нужно этим заниматься и лечить, потому что это душевная боль, душевная болезнь, которую нужно снять. – Сглаз. – Сглаз. Вот. Сглаз – это такое, скажем так, оно больше на биоэнергетику на нашу действует, и действует как бы на нашу ауру. Она как бы просечивается, но можно сказать одну вещь, что сглаз – он тоже влияет на человека негативно, это не урядится в семье, все рушится, все идет сквозь пальцы, как песок, но с этим можно бороться. И многие люди даже могут сами себя излечить. – Как? – Я вам расскажу. Значит, есть люди, которые, например, православные люди, они ходят в церковь, молятся, это как бы тоже очищает. Другие религии, которые читают молитвы, которые приближенные к Богу, они дают силу снятия с глаза, но при этом еще нужно уметь это делать. – Вы знаете, я сейчас как раз таки, что касается церкви, считается, что человек, который ходит в церковь, и который, скажем так, придерживается правил церковных, тогда к нему не липнет ничего, никакая грязь, никакие сглазы, что тем самым он приходит и очищается. Это действительно так. – Правильно, вы правильно говорите, да, но при этом еще… – Под защитой Бога он находится. – Под защитой Бога. Мы все от Бога. Мы все под защитой Бога. Но единственное, что если человек все-таки… Я вам сказала, что с глазом это может человек сам справиться, там, пойти в церковь, помолиться. – А с порчей он может пойти в церковь? – А с порчей он может пойти в церковь. Но единственное, что ему могут не помочь, потому что молитвы все-таки они очищают, как бы ты приближаешься к Богу, но при этом, если человек занимался, кто-то, кто наводил на тебя порчу, это ротовое проклятие, скажем так, то это делается через кладбище. Или же даже там волос берут, фотографии, сжигают. Это очень страшно и ужасно. С этим нужно бороться. Бороться нужно делать обряды сильнейшие, белые магии. Это же опять же молитва. Это основа всего молитвы и свечи, которые помогают и вспомогают этому. – Тогда есть еще такое понятие, когда человек сглазил сам себя. Иногда бывает, что говорит, вот мне не везет в работе, мне не везет еще в чем-то, в личной жизни. И получается, что тем самым он вот эту энергетическую программу накладывает на себя, эту неблагоприятную. Действительно такое существует? – Это я вам скажу даже такой какой-то рюкзачок, который ты сам носишь. На себе, потому что это как бы сама себя сглазила. Или даже бывает, еще вам чаще, я вам больше скажу, что бывает, что родные мамы сглаживают своего ребенка. Это такое тоже бывает, поверьте. Но для этого нужно очищаться. Обычно ходили к бабулям, к стареньким, которые снимали с глаз детей. Вы помните, может быть, это было еще на Руси. И было в те времена, когда это моя мама и моя бабушка делали. Я помню, как мне бабушка заговаривала какие-то болячки. Вы понимаете, о чем я говорю. Но я могу сказать одну вещь, что да, это существует. Это нужно снимать. И с этим нужно очень быть осторожной и понимать, иметь грань, что между порчей, сглазом, родовым проклятием большие шаги. Я могу сказать, почему. Потому что с глазом можно справиться, а с порчей нужно кому-то обращаться. А как правильно выбрать, к кому обратиться? Потому что иногда ни для кого не секрет, что очень часто кому-то обращаются, а потом реально начинают просто выкачивать деньги. Как выбрать правильного человека, к которому пойти, который действительно поможет справиться с этим? Я считаю так, что человек должен сам себе определить, кому он хочет подойти, кто ему больше по душе, кому он может доверить свои секреты. А для того, чтобы понять, правду говорит человек или нет, вы должны прийти к нему изначально на прием. Если вам человек расскажет ваше прошлое, то ваше настоящее будущее это стопроцентное гадание. А если человек гадает на стопроцент, это значит, он вам может помочь. Единственное, что я всем обращаюсь, кто хочет обратиться к ясновидящим, к магам, не обращайтесь к черным магам. А как можно определить, черный маг или белый маг? Редко, когда кто-то говорит, вы знаете, я черный маг, приходите ко мне. Вот смотрите, вот я вам скажу, например, одну вещь. Это очень можно легко и быстро понять, черный ли человек, черные маги относятся ли к белой. Если человек наводит зло, если человек, например, звонит клиенту и спрашивает, можно ли приворожить или нет, если человек отказывается от приворот, это значит, он белый маг. Если человеку звонят и говорят, можно навести на другого человеку порчу, если вы отказываетесь, значит, человек это белый маг, и это дар от Бога, потому что все-таки чародейство это все... Белый маг не будет делать зло? Никогда. И ничего против воли? Да, конечно, естественно. Потому что все это идет от Бога, все-таки черная магия, чародейство идет от, как говорится, дьявола. Русин, сегодня очень много методов в интернете пишут о том, как снять порчу, с глаз и так далее. Как вы считаете, нужно ли пользоваться этими советами? Да, я очень часто захожу в соцсети и смотрю там какие-то... На самом деле бывают небольшие там варианты того, но они не обширны. Я могу сказать одну вещь, то что вот, например, если делать заговор там на деньги, я читала несколько раз, мне было просто интересно сопоставлять с тем, что я умею. Я могу сказать, да, там очень много соответствовать правилам, но я могу сказать одну вещь. Для того, чтобы сделать настоящий обряд, человек должен иметь какой-то дар. Снять порчу с интернета, например, там через интернет найти какой-то текст и правильно все объяснить. Да, возможно, но я могу сказать, что это не будет сто процентов. Так что для того, чтобы понять, к кому вы хотите обратиться, вы не должны самодействовать, вы должны обратиться к тому человеку, кто имеет опыт и который знает свое дело. Скажите, пожалуйста, привораживать, естественно, это грех, а привлекать деньги в свою жизнь? Вот я считаю, вот мне тоже такой вопрос несколько времени назад задавали. Я считаю, что мы не идем против Бога, потому что человеку, например, суждено, чтобы у него было чуть-чуть лучше планка, чем на котором мы сейчас находимся. Мы говорим сейчас о тех людях, которые не делали никогда ко мне, кому злу. Ко мне же люди не приходят просить там, выиграть на следующий день миллион долларов в лотерею. Они просят чуть-чуть помочь им встать на ноги для своей семьи. Я, конечно, таким людям помогаю, потому что мы же не привлекаем миллионы долларов. Мы просто помогаем людям подняться на какой-то высший уровень. Так что я не считаю, что мы идем против Бога. Скажите, пожалуйста, какой-то, может быть, рецепт или метод очень простой, который люди смогут использовать у себя дома? Для удачи. Для удачи, да. Самый простой метод. Когда будет полнолуние, вы подходите к Луне, берете купюру, денежные купюры, показываете Луне, при этом вы ставите себе в карман, и несколько дней вы их, пожалуйста, не тратите. Эти деньги не будут уходить из дома, то есть не будут у вас утекать. При этом у вас будет прибыль, которая будет у вас постоянно в доме. Значит, показать деньги в полнолуние и положить их себе в карман или в кошелек. Да. Это самое простое, это самое оптимальное, что может человек себе сделать это дома, и в принципе это не так тяжело. А эти методы работают, если, например, на человеке есть порча или изглаз, а он привлекает в свою жизнь деньги и любовь? Я могу сказать нет. Это однозначно нет. Люди, которые приходят иногда ко мне напрямую, они просят там что-то одно, мне нужна удача. Я говорю, вы знаете что, для того, чтобы у вас была удача, может быть, вам ее не надо привлекать в свою жизнь, она у вас, может быть, будет сама по себе, потому что у каждого человека жизнь как зебра, черная и белая. У каждого есть черные полосы, бывают белые полосы. Для того, чтобы у вас была удача, любовь в вашей жизни, вы должны просто изначально очиститься. Когда человек очищен, все, что суждено от Бога, его к вам придет. Спасибо огромное, Руфин. Я думаю, что сегодня мы на этом закончим. Спасибо. Вы смотрели программу «Тайные знания». Сегодня у нас в гостях была предсказательница Руфина. Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка. Хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова